Случаи тогда были вообще. Я, честно, была очень удивлена сегодня. Девочки, давайте поспутим семейный альбом. Давайте. О, а кто это? Это Варя, наш прадед Алексей. Это папин дедушка. Он служил на фронте. Кстати, до войны он был столером, и ему еще не было 18 лет, когда он на фронт ушел. Он на войне был разведчиком, и поэтому его место локации каждый раз менялось. После войны он заслужил два ордена. Первый за отвагу, и второй как участник войны второй степени. А, кстати, во время войны у него было очень много ранений. У него по всему телу были остатки осколков, и он даже был контужен. Девочки, смотрите, кто это, как вы думаете? Кухтов несет Тимофеевич, рядовой пехот той войны. Это ваш прадед. И он родом из России. А он из России? А почему тогда мы из Беларуси? Потому что когда его призвали на фронт, его жену и девять детей фашисты пригнали в Беларуси. Мама, а расскажи о той войне. Конечно, об этом очень тяжело говорить. И я не была свидетельна о той войне. Но наши прапрадеды, прадеды, наши деды, они оставили много писем, записок, из которых идет хроника войны. И, конечно, мы делимся этой историей. Это было летнее утро, 22 июня. Ничто не предвещало беды. Люди планировали свои выходные. И вдруг, как гром среди ясного неба, было объявлено о том, что фашисты начали войну. Беззаботная мирная жизнь сменилась слезами, горем и бесконечным ходикам, которые совершали не только взрослые мужчины здоровые, а также старики, дети и женщины. Фашисты не щадили никого. Для того, чтобы закончилась эта кровопролитная война, люди сражались везде. Кто-то в тылу, кто-то на фронте. Женщины выходили на заводы, изготавливали военную технику. Маленькие дети, не жалея своей жизни, были разведчиками. Делали все возможное, все, что они могли, для того, чтобы остановились фашисты. Многих из них вы помните. Зоя Космодельянская, Марат Козей и многие-многие другие. Всем будет полезно почитать. Детям радого возраста такие произведения, как «Письмо с фронта», «Рассказы о войне», «Подик солдата», «Бессмертный полк», «Когда я был маленьким». Валенька, очень хорошо, что ты задавала этот вопрос. Я прошу вас, не забывайте о том, о чем мы сегодня говорили. Не забывайте ни своего прадеда, ни про прадеда. И рассказывайте своим друзьям о Великой Отечественной войне. Розные дети живут на планете. Белые, желтые, черные дети. Розные дети, однольковый смех. Смех у Юлины забав, депотех. Розные дети и розные вочи. Вочи, как небо, вочи, как ночи. Розные вочи, однольковые слезы. Слезы у Юлины беды, типа грозы. Воль бы зробить, как на нашей планете. Гора не ведали. Розные дети. Розные дети. Розные дети. Продолжение следует...